Микс Ньюс Микс Ньюс Но я так понимаю, что постихонечку центр культурной жизни у нас перемещается в Юрмалу Похоже на то То есть и органные концерты, и концерты классической музыки в основном сейчас проводятся, конечно, в Юрмале Все поближе к морю Но вообще это прекрасная традиция, которая устоялась уже давным-давно И мне кажется, что это здорово, когда и для отдыхающих, и приезжих, и для самих юрмальчан проводят мероприятия Я думаю, что и многие рижане также едут Наверное, нам Андрей Осокин скажет Много к вам на концерты в Дзинтере приезжают из Риги? Да, безусловно, из Риги очень много Потому что из Риги люди едут даже в Цессис, или в Сигуду, или в Лепу, или в Энспас Когда там концерты Но Юрмала это настолько близко, и это настолько приятно Можно приехать на целый день, погулять, позагорать Потом выпить чашечку кофе, и потом уже пойти на красивый концерт вечером Это такой целый день отдыха, и культуры, и обогащения, и какого-то такого спокойствия Это замечательно Вам, как музыканту, не обидно? То, что ведь я знаю, что вряд ли вы точно так же день проводите с утра в море То есть вы с утра репетиции, вечером опять репетиции, концерт Нет, я должен сказать, что мне очень нравится в Юрмале Потому что я могу в перерывах между репетициями выйти к морю Или погулять в дюнной зоне, свежий воздух Это очень-очень приятно Этой радости нет в Риге Потому что, ну, движение, машина и так далее Какой-то такой нерв другой совершенно Тоже интересный, но другой А в Юрмале все-таки можно почувствовать лето И даже если у тебя концерты один за другим Есть ощущение, что все-таки как-то ты немножечко отдохнул Вот тут 15 минут, тут час погулял Ну, как-то уже приятно себя чувствуешь И играешь лучше, когда свежий воздух Я хотела бы сказать дорогим радиослушателям Что с этого воскресенья стартует органный фестиваль Каждое воскресенье в 18.00 в Оксангелика в Дублтах Там замечательная церковь, замечательный английский орган трехмануальный И принимают участие латвийские органисты А также у них будут и заезжие гости Из Германии, из Италии Каждое воскресенье в 18.00 в ход там за пожертвование Но есть рекомендуемая сумма пожертвования Это минимум 2 евро Ну и все-таки начну нашу культурную афишу С концерта 27.00 июня в четверг В церкви Святого Павла выступают Замечательные музыканты из Санкт-Петербурга Михаил Мищенко, органист И Артем Исаев, исполнитель Ногобоя И у них необычная программа Произведения Айрленда А также русского композитора Александра Глазунова Это композиторы 20-го века Уже начала, конца 19-го, начала 20-го века И проходит это мероприятие При поддержке фонда Айрленда Как раз это позволило музыкантам Приехать на благотворительный концерт Потому что концерты в церкви Святого Павла Благотворительный вход за пожертвование Михаил Мищенко, это уже состоявшийся органист Санкт-Петербургский Преподает, много концертирует И также Артем Исаев, выдающийся российский габаист В принципе, Александра Глазунова Очень редко исполняют Хотя это яркий, интересный композитор Он, конечно, во многом стал известен Еще и благодаря тому, что совмещал Свою композиторскую деятельность С преподавательской И в первую очередь он был ректором Санкт-Петербургской консерватории Ему удавалось совмещать все эти три амплуа Которые, на мой взгляд, безумно трудно Совмещать Музыка у него интересная А органное творчество появилось благодаря тому, что он ездил Неоднократно во Францию И дружил с французскими композиторами В частности, с Шарлем Марием Видор Шарль Марием Видор И именно под впечатлением его произведений Он создал органные композиции Фантазию для органа Прелюдию и фугу для органа И он много консультировался с этим органистом И поэтому произведения и удобны для исполнения И очень органные, что нетипично для русских композиторов Которые практически не писали для органа И он смог понять специфику этого инструмента Несмотря на то, что не был органистом Вот мне хотелось спросить У нашего гостя Андрея Осокина Исполнял ли он что-нибудь из фортепианного творчества Александра Глазунова? Я что-то играл в школе Так, в принципе, нет Но это действительно очень интересный композитор Его фортепианная музыка очень мощная Очень там такие мощные кульминации Мощные фактурные пласты И чувствуется, что он был под влиянием органа Короля инструментов И с всеми этими возможностями Пытался поделиться и на своем фортепианном творчестве Очень романтический композитор Очень страстный Может быть, был бы сейчас очень много исполняемым Его музыка звучала бы во всем мире Если бы после него Следующее поколение русских композиторов Не дало бы таких суперзвезд Как мы бы сейчас сказали А именно Рахманинов и Скрябин Которые затмили, к сожалению, его И поэтому страшно интересно Что его музыка сейчас опять начинает звучать И я думаю, что этот концерт Будет очень интересен 27 июня Именно благодаря вот этому большому произведению Глазунова Потому что это композитор Такой, соединяющий в себе Какую-то такую симфоническую мощь Чайковского Органную мощь, может быть, Макса Регера Или вот французских органистов, как вы сказали И такую русскую сентиментальность Конечно же, она у него тоже есть Поэтому я думаю, что очень будет интересно слушать Спасибо Вот у меня сразу вопрос В свое время я читаю от Михаила Веллера Он применительно к литературе говорил о том Что вот как человек может сконцентрироваться Только на пяти-шести предметах Доказано психологами Вот есть пять-шесть имен, например, в литературе Он говорит, что вот как только кто-то Ну вот если кто-то входит в эту обойму Известных авторов То кто-то обязательно выпадает То есть вот Безусловно, безусловно Я совершенно согласен Получается то же самое Но в литературе та же самая вещь с Пушкиным Я все время вспоминаю, как Иосиф Бродский Я думаю, что не любил Пушкина еще и потому Что он как бы заслонял Всех других поэтов того времени А для Бродского как бы Главным вдохновением был тогда Боротынский И он так говорил, что Ну если у вас один поэт Ну как-то это немножко сужает Ваше восприятие поэзии русской Которое очень разнообразно Ну он, конечно, говорил немножко более сложным языком А я должен сказать, что та же самая вещь с композиторами Например, я думаю, что Елена здесь может сказать Очень много интересного В барочной музыке очень долгое время Баха, Гендаль Может быть, Скарлатти А сейчас открывается огромное количество других композиторов Которые жили в это же время Может быть, они не настолько мощные, как Бах Но вообще никого нет Кто был бы таким бы великим, как Бах И, соответственно, если даже ты немножко в тени Баха Все равно, если ты жил в это время И ты большой композитор И тебя сравнивали в то время с Бахом Так, может быть, сейчас есть смысл послушать эту музыку Я думаю, что сейчас, в принципе, благодаря интернету Благодаря тому, что информация распространяется очень быстро Есть возможность вот такие забытые имена Немножечко больше услышать Это и про барочных композиторов И про романтических композиторов Которые, допустим, в тени Рахманинова и Шопена Или в тени Вагнера и Чайковского И это очень интересно для любителей музыки Вот-вот понять, что О, а мне Глазунов, например, нравится больше даже, чем Скрябин Ну, это же здорово А у вас есть какие-то композиторы Именно как у исполнителя Которые, ну, можно сказать, в тени Вот этих выдающихся композиторов В которых, ну, может быть, вы еще не играли Но вам бы хотелось сыграть Ну, как-то нет Я, если хочу, сразу играю Ну, я не знаю Нельзя назвать Григо таким композитором Все-таки его очень любят Хотя играют немного реже Или Сибелиуса, который мне страшно нравится Вот такие, что-то такое Скандинавское, да Вот Есть множество композиторов Ну, например, много латышских композиторов Которых я играю Которых нахожу очень интересными Например, все мы знаем Миллхолический вальс Эмила Дарзена Но у него был сын Вольфганг, названный в честь Моцарта Который писал страшно интересную музыку И эту музыку очень интересно играть Так же, как музыку Бартока и Хиндемита Которая редко звучит сейчас Потому что нам или XIX век Или что-то современное XXI век, да А Барток, Хиндемит Некоторые произведения Но не так, чтобы все их творчество Исследовалось бы вот до самых последних Затаенных уголков И поэтому этих авторов играть Всегда очень интересно Но время ограничено Поэтому как-то больший фокус Или на современных композиторах XXI века Или на классический репертуар А все-таки какой самый любимый композитор ваш? Ну, у меня их очень много Ну, хорошо Пять любимых композиторов Как сказал Олег Я как бы не хочу присоединяться к тому Что вот давайте назовем пять имен А остальных мы забудем Но я бы сказал, что мне очень нравится Кажется, что для меня два таких Две таких огромных горы Это Бах и Моцарт При том, что это два композитора Совершенно с разными подходами К творчеству и к жизни Если Бах – это композитор Очень сосредоточенный Очень духовный Как бы устремленный К следующему нашей жизни Да, то есть К тому, что вот вся наша жизнь Должна быть посвящена служению И уже после смерти Будет награда за это То иногда очень приятно Быть вот в этом состоянии То Моцарт – это совершенно Что-то другое Это композитор, который Любую, даже самую маленькую Смешную шутку превращает В какое-то ангельское пение Это композитор, который говорит нам Что рай на земле есть Надо получать удовольствие от жизни Нужно радоваться Такой практически гедонист И это тоже очень прекрасно Особенно, когда у вас какая-то депрессия Послушайте Моцарта Это очень-очень помогает И в принципе я в любом другом композиторе Найду в каком-то сочетании Или Моцарта, или Баха Я найду это и в Рахманинове В его счастливой музыке А часто более трагической музыке Там скорее влияние Баха Я найду, естественно, в Чайковском Моцарта Ну и так далее, и так далее Но сказать, что тут какие-то Пять композиторов нет Я думаю, что у меня Ну вот сейчас у меня концерт будет Шуберт Пиацоло Вот это два моих любимых композитора Но потом через несколько недель Будет лист, будут другие имена И это Шопен и так далее Это будет совсем по-другому А можно вот такой вопрос Вот нет ли тут какого-то порочного круга Получается, что исполнители были бы рады Например, познакомить публику С менее известными композиторами А готова ли публика Публика, ну как бы, слушая один и тот же Ну вот круг этих имен Она перестала Ну вот Готова ли она впустить свой круг Хиндемита Конечно Большинство людей идут проторенными путями Им нравится на работу ехать По уже однажды выбранному маршруту А не каждый день новый маршрут То же самое с композиторами Им нравятся те имена, которые они знают Но мне кажется, что для музыканта важно сочетать в одном концерте Очень известные произведения с менее известными Вот, например, в нашем концерте 4 июля Будет Шуберт, который сразу вызывает ассоциацию всех наших слушателей Даже если вы не любитель классической музыки Вы слышали произведения Шуберта Вы получали от этого удовольствие И, например, Бекерини, которого, может быть, вы вообще не знаете Пиацолу, конечно, вы знаете Но, например, то, что мы на бис будем играть музыку Антона Рубинштейна Тоже наверняка вы слышали очень немного То есть вот это сочетание музыки очень известной И которую слушателям приятно слушать Им приятно узнать, что они что-то знают И, с другой стороны, вот такая немножечко образовательная программа То есть какие-то имена, которых они никогда не слышали Которые приоткрывают какую-то завесу над совершенно другими Другими областями музыки Которые, я думаю, что очень интересно исследовать И кто знает, может быть, после нашего концерта У многих будет страшный интерес к Бекерине Что это такое, послушать один его Послушать виолончельные концерты, сонаты и прочее Конечно, конечно Хотела бы рассказать немного еще о композиторе Который является номер один или номер два У Андрея Осокина и Оган Себастьян Бах Его органное творчество можно послушать 28 июня в Домском соборе И выступает замечательная органистка Одна из лучших латвийских органисток Кристина Адамайте И весь концерт будет посвящен творчеству Великого Иоганна Себастьяна Баха 30 июня воскресенье В 14.00 в церкви святого Павла Заключительный концерт Больше концерты в церкви святого Павла проводиться не будут То есть в четверг и воскресенье это два заключительных концерта Выступают в воскресенье Лариса Людько Сопрано, Анна Мария Ивана, аккордеон и Екатерина Сарви И у них будет в программе русская музыка в основном Сергей Васильевич Рахманинов, Петр Личайковский, Римский Корсаков Рубинштейн, которого Андрей Осокин будет исполнять 4 июля на бис И вот здесь будет его прекрасный роман «С ночью» в исполнении Ларисы Людько Программа очень красивая, изысканная Будет немного известных еще произведений европейских композиторов Начало концерта в 14.00 И я еще раз повторяю нашим дорогим слушателям Что до октября это заключительный концерт Пока в церкви святого Павла концерты проводиться больше не будут Четверг и воскресенье 1 июля Ричард Гальяна в зале «Дзинтере» выступает Это знаменитый аккордеонист В программе будет Астор Пьецола, о котором мы сегодня говорили Я хотела, кстати, спросить у Андрея Осокина Который сказал, что в их программе 4 июля будет Форельный квинтет Шуберта, Луиджи Баккерини Скрипичный квинтет А еще будет грандиозный цикл времена года Асторо Пьецола И всегда, когда выстраивают программу, есть как бы кульминация Вот что для вас кульминация в этом концерте? Шуберт, затравка для пользователей, для публики Или все-таки Пьецола? Ну, я думаю, что затравкой будет Шуберта Пьецола Это композитор Пьецола, я имею в виду Который сейчас невероятно популярен И все хотят его слушать И его очень часто играют И я невероятно рад Потому что этот композитор во время его жизни Был как бы немножечко, ну, вот То, о чем мы говорили, да Что есть композиторы, которые как бы считаются Ну, все-таки не в обойме вот таких первых десяти Или первых тридцати уж у кого сколько этих композиторов Ну, какой-то там сочиняет танго Сидит у себя в Буэнос-Айресе Играет то ли это джаз, то ли это не джаз Непонятно что вообще, да И так случилось, что этот автор За последние десятилетия вдруг превратился В такой феномен, который звучит во всем мире Звучит и в Берлинской филармонии В исполнении Берлинского филармонического оркестра И звучит в каких-то, так сказать, вечерних кафе Когда кто-то играет его знаменитая либертанго Или что-то еще Это композитор, который вдруг оказался Невероятно интересен Оказалось, что его танго Это не просто развлекательная музыка В них много страсти В них много трагедии В них много всего того, что мы говорим Когда мы говорим про любовь И поэтому играть его музыку Для меня это невероятно интересно Это такое открытие нового композитора Который несколько лет назад, в общем, не был таким уж и известным А в принципе, ведь пьецолу чаще удается В исполнении тот же аккордеон, банденеон Которые чувствуют этот жанр больше То есть, в принципе, танго не является академическим жанром Вот насколько вы, как полностью академический музыкант И струнный квартет, который принимает участие Ведь это солисты оркестра виртуозы Москвы Приедут Это знаменитый спиваковский оркестр Ведь это не их жанр Насколько вы себя комфортно чувствуете в музыке пьецолу Насколько вы можете почувствовать это танго И вот все вместе вот это исполнить Я бы сказал, что это скорее их жанр Потому что вообще-то оркестр спивакова Он уже многие, опять же, десятилетия Известен тем, что он сочетает классическую музыку И какие-то очень интересные, необычные обработки Известной музыки Какие-то шутливые бесы Что-то такое Это вот, безусловно, является частью Такой философии этого оркестра И это очень интересно И это позволяет им сочетать на своих концертах Музыку очень серьезную Очень малоиграемую И, может быть, даже в первый момент отталкивающую И музыку современную И музыку, которая, так сказать И все равно публика приходит Потому что они играют Все знают, что будут какие-то такие Очень интересные, неожиданные сюрпризы на концерте Поэтому я думаю, что я тут скорее буду как Как новичок на этом, так сказать, поле музыки пиацола Хотя я играл эту музыку Я играл однажды в Лондоне с Ксенией Сидоровой Тоже, так сказать, Аркадий Родион, конечно, это звучание пиацола Сразу дает какую-то аутентику Но я думаю, что нам будет очень интересно Именно для квинтета Там такая ведь вещь, что там практически Наша версия этого произведения Как бы скрипичный концерт То есть там скрипка будет всегда солировать И для того, чтобы как-то дать дорогу молодым Мы эти солисты выбрали молодых музыкантов Молодых скрипачей Это будет Даниил Булаев Знаменитый наш любимец рижской публики Молодой скрипач, который уже снискал лавры На очень многих конкурсах, с одной стороны А с другой стороны Это будет из Москвы приедет такой Чирич Тоже очень замечательный музыкант Лауреат множества конкурсов Но вот для молодежи это страшно важно Участие в конкурсах И вот они будут солировать каждый в своем времени года И таким образом это будет как такое Ну, как и у Вивальди времена года Когда все-таки первая скрипка Она солирует Это концерты для скрипки Поговорим об этом еще после рекламной паузы И расскажем, что будет интересно 4 июля Продолжается особый выпуск программы «Разворот» Это культурная среда И сегодня в студии Олег Пека Елена Привалова-Эпштейн Наш латвийский знаменитый музыкант Андрей Асокин, пианист Который будет выступать в Юрмале Совсем скоро с концертами Мы как раз продолжаем разговор Ну, собственно говоря, вся наша афиша Плавно перетекла в Юрмалу 1 июля Ричард Кальяна, аккордеонист В рамках фестиваля «Артиссимо» Будет исполнять на аккордеоне музыку пьецолы И также свои сочинения Это знаменитые танго И также пьецола будет звучать в концерте 4 июля В котором принимает участие Андрей Асокин И вот как раз хотели бы продолжить наш разговор Про астара пьецолы Не кажется ли вам, что ему удалось Жанр танго, который является в принципе низменным жанром Жанром высшим из кабаков Сделать академическим Что эту музыку сделать не только понятной каждому слушателю Но и все-таки этот жанр вывести в то Чтобы это просто стала полноценная академическая музыка Ну я думаю, что его заслуга в том Что он просто в эти произведения В эти свои танго вложил очень много И с точки зрения музыки Музыкальных средств выразительности И с точки зрения эмоций разных состояний У него всегда эти эмоции сложные У него никогда нет того, что свойственно кабацкой музыке Какая-то такая очень простая эмоциональная посыл Он сильный, но очень простой У пьецолы он всегда очень сложный Даже вот в либертанго, который знают все наши слушатели Там ведь есть и радость И какое-то ощущение чуть ли не надвигающейся катастрофы Как бы любовь она и окрыляет И является такой разрушительной силой Для судьбы героя То есть это очень много Вот он смог свою музыку вложить И именно поэтому очень многие музыканты В том числе, например, наш знаменитый Гедон Кремер Они взяли эту музыку и ее очень естественно Поместили уже на концертную эстраду академическую Уже в концертные залы с замечательной акустикой Потому что она выдержала это испытание Перенос вот с такой легкой эстрады Но на серьезную академическую Она не потеряла Наоборот, она приобретает все новые-новые краски Эту музыку играют в различных сочетаниях Вот мы ведь тоже будем играть А в каком у вас составе? У нас будет квартет, у нас будет пианист И у нас будет солирующий скрипач То есть это вот тоже такой очень интересный состав Очень мощный по звучанию И тонкий там, где нужно И виртуозный, безусловно, невероятно Это вот будут четыре времени года Четыре разных состояния природы Четыре разных состояния Буэнос-Айреса Четыре разных состояния жизни и любви То есть это действительно музыка, которая выше, чем просто танец Это так же, как вальсы или мазурки Шопена Это обо всем Это не только просто, чтобы музыка Чтобы фоном, чтобы аристократия могла хорошо потанцевать Нет, это музыка, которая дает нам какое-то очень большое понимание О себе и о нашей жизни То же самое у пиа Циолы И в каком-то смысле В каком-то смысле это очень важная миссия для нас Для музыкантов показать, что нету таких барьеров Между низкими жанрами и высокими жанрами Что если музыка очень хорошая То она может звучать и радовать людей в любой форме И вот даже вот в такой, как казалось бы, уже без аккордеона В таком академическом составе А для какого состава в оригинале написано стекло времена года? В принципе, он же писал для своего оркестра То есть у него был пианист Он сам играл на бандонионе У него был контрабасист У него, по-моему, были ударные Эти составы менялись в течение времени Поэтому я думаю, что в каком-то смысле Конечно, может быть, не мешало Кощунственно делать такую параллель В каком-то смысле Так же, как композиторы барочного периода Как Бах, который писал для органа Или для клавесина, он писал для клавира И поэтому его произведения очень часто Могут исполняться на клавесине Те же произведения могут исполняться на органе Или на других видах вот того времени инструментов И очень естественно они перешли на фортепиано, кто-то говорит, что нельзя играть Баха на фортепиано, кто-то говорит, что только на фортепиано можно, потому что это самый современный, вместе с органом, самый современный, так сказать, вид клавирного инструмента. Но вот такое вот интересное, я думаю, что для нашего времени вообще очень свойственно вот какие-то такие, каждое исполнение немножечко, немножко транскрипция, немножечко как бы новый взгляд на это произведение, и поэтому музыка и барочная, которая каждый раз звучит в немножко другом составе, и музыка современная, вот, например, музыка пиацолы, они сейчас вот завоевали концертные площадки по всему миру. Именно поэтому, потому что каждый раз это какое-то свое решение, в том числе решение, кто будет участвовать в исполнении этой музыки. Ну, вам приходилось, пришлось сделать какое-то переложение, транскрипцию для вашего состава. Да, 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 это сделали музыкант оркестра «Виртуозы Москвы», Александр Стрельников, очень-очень талантливо и интересно, и я уже, так сказать, посмотрел пальцами фортепианную версию, хотя он не пианист, это очень-очень интересно. Да, 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 это чисто пиа, это вы заметили, для меня это звучит нормально. Я вообще не понимаю, что я такого удивительного сказал. Ну, вот, это очень здорово написано, очень ярко, и там партия солирующей скрипки, очень яркая такая, на взрыд в нескольких местах, очень-очень эмоциональная, вот, и в каких-то местах очень тонкая, там и быстрая танго, и медленная, ну, как вот в этом произведении, да. Так что, я думаю, что слушатели получат огромное удовольствие, а сочетание этого композитора и с Баккерини, и с Шубертом, они дают вот особую какую-то такую, особый аромат для этого концерта. А вот этот цикл времена года пиацолы часто можно услышать в Риге? Или все-таки достаточно раритета? Вы знаете, не очень часто, мне кажется, что вот если пиацолы обычно играют танго, хотя у него есть другие произведения, но вот этот как цикл времена года, я думаю, что это будет такое уникальное. Мне кажется, действительно, потому что... Виртуозы привозили его. А виртуозы как раз и привозили, да? Ну, у них был концерт времена года Чайковского, Вивальди и пиацолы, но вот фрагментарно, то есть это не целиком, да, потому что это фактически целое деление, цикл времена года. Я с ним лично не знакома, с этим циклом. В нем так же, как Вивальди, по месяцам все, то есть... Нет, там не по месяцам, там четыре части, но каждая часть, хотя, может быть, даже можно так сказать, что каждая часть распадается на три маленьких фрагмента. Я бы не сказал, что это связано с какими-то месяцами, я думаю, что это вот просто три состояния, четыре времена года, четыре состояния, четыре очень по-разному трактованные, ну вот, как я сказал, и это и природа, и состояние внутри человека. И, может быть, даже можно проследить весна, лето, осень, зима, можно проследить жизнь человека от рождения, когда он полон надежд, полон каких-то мечтаний и очень, может быть, наивно, но верит в свои силы. Потом это взросление, это бури, это трагедии, это какая-то меланхолия и какое-то успокоение в последней, в четвертой части. То есть это вот как такое, ну не трагическое успокоение, а скорее такое вот мудрость, какая-то такая, вот такая вестадия. А ведь у Глазунова же, по-моему, тоже есть. Тоже есть. Да, вообще, конечно, у композиторов не так, что такое, только у Вивальти, да. Да, то есть это не уникальный цикл, но уникально написанный. Потому что, конечно, цикл «Времена года», «Пьетсолы», он, мне кажется, по узнаваемости музыки и по значимости, он, конечно, стоит на одной строке с Антонио Вивальди. Потому что Петр Ильич Чайковский – это, в первую очередь, фортепианный цикл. И наверняка Андрей исполнял целиком этот цикл. Нет, не целиком, но некоторые пьески, да, конечно же, осеннюю песню. Да, и вот хотела бы повторить для наших радиослушателей, что это цикл уникальный для рижан, цикл «Времена года», «Астор Пьетсолы» прозвучит 4 июля в Дзинтере в исполнении Андрея Сокина, а также струнного квартета оркестра «Виртуозы Москвы», это знаменитый спиваковский оркестр. И к ним присоединятся два скрипача, выдающихся молодых скрипача, Даниил Булаев и Даниил Чирич. И вот я хотела спросить, в вашей программе, мне кажется, особняком все-таки стоит с этим ярким, бурным произведением, Франц Шуберт «Форельный квинтет». Это же такая камерная музыка и очень тонкая. Это очень тонкая музыка, это, конечно, жемчужина и творчество Шуберта и вообще всей романтической музыки. Некоторые, может быть, параллели есть вот в том, что Шуберт, пока он жил, он прожил очень-очень короткую жизнь, не был признан величайшим композитором, как это было, например, с Петховеном или с Моцартом, частично хотя бы. Он, в общем, писал музыку для своих друзей, эти знаменитые Шубертиады, эти салоны, но только после жизни к нему пришла эта мировая известность. И сейчас он один из самых исполняемых композиторов, и его Миссеренады, и Ава Мария, и так далее, и так далее. И симфонии, конечно же, и фортепианные произведения, и вот этот вот форельный квинтет. Немножечко похожая ситуация с Пиацолой, который тоже, пока он жил, он был известен вот своему кругу любителей танго, любителей Аргентины, любителей вот какой-то такой экспериментальной музыки. А сейчас он известен всему миру уже после своей смерти. Вот какая-то такая вещь, что надо писать хорошую музыку, но не всегда вознаграждение придет при жизни. Да, вот какая-то такая трагическая нотка, она, безусловно, в этом концерте есть. Но сам по себе форельный квинтет – это музыка невероятно счастливая, невероятно тонкая, с красивейшими мелодиями. Это пять частей, особенно, конечно же, четвертая часть, в которой цитируется знаменитая песня «Форель». Тоже очень интересный ее смысл, ведь поэт восхищается природой, восхищается рыбаком, который ловит рыбку, но в конце он очень, у него покатилась по щеке слеза от того, что вот рыбку съели. Как-то это грустно. И это, в принципе, квинтэссенция музыки Шуберта. Это очень счастливое отношение к миру, к тому, что мир наполнен прекрасными птичками, рыбками, все счастливы. Но вот существует смерть, существуют вот эти слезы, и никак поэт не может забыть, никак не может забыть, никак он не может забыть то, что его жизнь всегда закончится смертью. И вот это вот какой-то такой глубокий трагизм, который есть даже в очень светлых страницах его музыки. Это, конечно, то, что дает этой музыке какую-то невероятную глубину, в каком-то смысле, так же, как и у Моцарта, у которого вот это все время мы чувствуем, это между нашим миром и каким-то таким потусторонним миром. Может быть, в нескольких тактах появится вот этот вот образ чего-то того потустороннего, но он дает какую-то совершенно другую глубину этой музыки. И так же у Шуберта. И поэтому это, конечно, огромная радость играть эту музыку. Я думаю, что слушателям будет тоже очень интересно. Это огромная, практически симфония написанная для фортепиано и струнного квартета. И это, ну, действительно такое произведение, которое очень потом долго тебя не отпускает. Потом, я думаю, что много недель я буду ночью вспоминать его мелодии, как это всегда происходит. Это, конечно, очень приятно играть. Кстати, творчество Шуберта, именно камерно-инструментальное, в его талантливости отрицали даже друзья Шуберта. Да. Они восхваляли его песенные жанры, и, в принципе, многие музыковеды в первую очередь говорят композитор-песенник. У Франца Шуберта написано более 600 песен для разных голосов в сопровождении фортепиано. Это знаменитый цикл «Лебединая песнь» и знаменитый роман с «Лесной царь» и «Гретхен за прялкой». Это действительно шедевры камерной музыки. Но, тем не менее, Шуберт написал много сонат, камерно-инструментальную музыку, квартеты, трио, форельный квинтет, симфонии. Но даже друзья ему говорили, что зачем ты тратишь свое время на создание этой музыки. В принципе, вот то, что и сказал Андрей Осокин о том, что в его произведениях иногда проскальзывают трагические ноты, и мне кажется удивительно, что он в своей трагичной жизни, потому что он просто влачил жалкое нищенское существование. Он сначала пошел по пути сельского учителя, так же, как его родители. Он обучался в лицее, тогда уже увлекся музыкой, но занимался ей урывками. И в то же время педагог, которым он учился, видел незаурядные способности Франца Шуберта. У него не было возможности оплачивать уроки. Потом он продолжал заниматься музыкой и учительствовал в сельской школе. Естественно, когда все силы уходят на то, чтобы преподавать, то у тебя не остается времени для самого главного – писать музыку. Когда же он успел-то 600 песен? 31 год он умер от болезни и успел написать это. И более того, у него не было денег даже на бумагу. И часто, когда с ним друзья встречались в кафе, он мимолетом записывал на салфетках свои песни. И можно только подумать, сколько осталось песен, которые были выкинуты вместе с салфетками или которые он не смог записать. Очень трагичная судьба этого великого австрийского композитора, который оставил целое достояние и фортепианной музыки, и вокальной музыки. Потому что, конечно, камерное вокальное творчество певцов немыслимо без этого автора, так же, как у органистов без музыки Иоганна Себастьяна Баха. И вот удивительно, что ему удавалось, несмотря на весь трагизм своей жизни, тем не менее, писать светлую, проникновенную музыку, как это в форельном квинтете, который прозвучит 4 июля в исполнении выдающихся музыкантов. Струнный квартет виртуозов Москвы, это спиваковский оркестр. И нашего яркого пианиста Андрея Осокина. У них еще в программе будет очень интересное произведение. Опять-таки, раритет, на мой взгляд. Я прожила уже в Латвии 6 лет, и вижу, что за это время я не слышала здесь исполнения ни форельного квинтета, ни пьяцолы. И, конечно же, еще одним подарком для рижан это будет исполнение скрипичного квинтета Луиджи Бакерини. Я думаю, что на этот концерт обязательно стоит пойти. Это подарок и для рижан, и для гостей, и тех, кто проживает в Юрмале. Концерт состоится в зале Дзинтери. Ну и вот, кстати, ведь зал Дзинтери достаточно демократичный. Ну, скажем, место именно потому, что это опен-эр, это близость моря. Вот насколько строгим должен быть дресс-код для посещения так и подобного рода? Ну, в принципе, я не очень большой сторонник каких-то очень строгих ограничений. Хотя я должен сказать, что рижская, латвийская публика, она всегда приходит на концерт очень нарядно. Что, конечно, дает атмосфере концерта какую-то особую праздничность. И это очень приятно для музыкантов, потому что мы стараемся максимально подготовиться и выдать наш лучший уровень. И также публика старается соответствовать. Это всегда очень приятно. Но мне кажется, что, безусловно, когда у человека есть желание пойти на концерт, это самое главное. И даже если он немножечко так по-летнему одет, ну, сейчас летний сезон, Юрмала, курортный город, я думаю, что мы, безусловно, это извиним. Более того, это даже как-то так очень будет мило выглядеть. Я думаю, что ничего страшного в этом нет. Главное – это уважение к звуку, это выключить мобильные телефоны. Это, конечно, приятно. Потому что я не знаю, может быть, солисты «Виртузов Москвы» и, скажем, прочитают небольшую лекцию, как это делают некоторые музыканты, останавливая выступление. И говорят, что, ну, вот так все-таки нельзя, вот, пожалуйста, пожалуйста, поговорите по телефону, а потом это самое. Но я должен сказать, что ближеская публика очень-очень в этом отношении хорошая. Воспитанная. Да, очень воспитанная, безусловно. Если какие-то случайные звуки, то они тут же угасают, и никогда не бывает такого, что кто-то мешает концерту, что очень здорово, и что дает возможность даже делать записи концертов очень хорошие. А крики чаек, вот эти вот какие-то… Нет, крики. Мы же будем в малом зале. Это камерной музыки концерт. И там, так сказать, еще некоторые билеты остались, но совсем немножко, поэтому нужно поспешить. В малом зале акустика очень хорошая, и, честно говоря, вот действительно там можно самое глубокое пьяно и самую мощную кульминацию, и это совершенно ничего не теряется. И поэтому вот для того, что там будет 6-7 музыкантов на сцене, это будет вот идеальная ситуация. В большом зале совсем другая вещь. Там, конечно, это будет, там, Триосокина будет концерт в конце июля 25-го. Там, конечно же, единение с природой, эти сосна, это иногда даже мы слышим, особенно если бурным является море, да, мы слышим эти волны. Мы слышим крики чаек. Это все интегрируется в музыку. Это как-то вот как в прекрасной музыке есть ощущение, что мы слышим пение птиц, так вот в этом зале ощущение, что природа, стихия природы и стихия музыки как бы сливаются в одно единое целое. Это делает такое приключение для слушателей, но совершенно неповторимо. Каждый концерт там очень-очень интересный, да. Но в данном случае в малом зале акустика будет идеальная, и я думаю, что ничего не будет нас отвлекать от Шуберта, от Бакерини, от пиацола и от, в том числе, Рубинштейна, который будет на бис. Там будет очень интересное произведение на бис, в том числе из киномузыки, из музыки Феллини, из фильмов, музыка Нина Рота, из фильмов Феллини. Так что будет страшно интересно. Я думаю, что слушатели будут после этого концерта, так сказать, как будто отдохнули целый месяц. Ну что же, спасибо большое. Андрей Осокин сегодня был у нас в студии. Елена Привала-Ванштейн. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...